Всем привет! С вами канал ВЖСНС и в этом видео я вам расскажу и покажу как можно сделать вот такую красивую шапочку Шапочка у меня с помпоном я его предварительно сняла чтобы показать какая у нас макушка вот такая вот красивая аккуратненькая макушка у вас тоже получится вот сама шапочка с лицевой и изнаночной стороны то есть вначале у нас резинка а дальше у нас уже идет основной узор ровных петелек и приятного просмотра чтобы связать такую шапочку вам понадобится во-первых пряжа любая, которую вы возьмете в данном случае я взяла итальянскую бобинную пряжу лорапиано это меренос и па 80% мереноса и 20% па ниточка сама по себе тянется не то что тянется в такое впечатление, что она очень-очень упругая то есть скажем так она даже сжимается вы можете взять абсолютно другую пряжу также вам понадобятся спицы причем двух размеров одни спицы должны быть на пол размера меньше для того, чтобы связать вот эту вот резиночку то есть резиночку мы вяжем спицами поменьше основной полосной спицами побольше в данном случае я использую спицы номер 5 здесь и спицы номер 4,5 вот в этом месте кроме этого вам надо будет измерить объем головы и измерить образец, чтобы сделать расчет я буду вязать на объем головы 58 сантиметров теперь мы измерим образец вам нужно взять метр причем тот же метр, которым вы меряете объем головы то есть нельзя допустим измерить объем головы вот этим метром а сам образец измерить линейка линейка более точная и вы получите погрешность в расчетах итак, я измеряю не полностью весь образец а вот края пропускаю получается у нас 5 сантиметров в 5 сантиметрах у меня 9 петелечек мне надо определить сколько у меня будет петелечек в 58 сантиметрах х петель мы умножаем пропорции у нас получается 5х будет 9 умножить на 58 х будет равен 9 умножить на 58 и делить на 5 х будет равен 104 и 4 но мы округлим до 104 петли причем это количество должно быть кратное 4 то есть должно делиться на 4 потому что у нас здесь будет вот такой вот узор кроме того мы наберем одну дополнительную петлю если у вас пряжа не такая, как у меня она не тянется, то есть не стрейчевая мне кажется, что она немножко стрейч содержит а вот такая вот обычная пряжа то при вязании шапочки я обычно как делаю от этой суммы надо отнять 15% то есть если бы у меня была бы пряжа другая вот это число 104 умножило бы на 0,85 вот при умножении на 0,85 как раз отнимается 15% это получится примерно 88 петель, я уже посчитала предварительно то есть если у вас пряжа другая, вам стоит от этого числа отнять 15% чтобы как бы шапочка плотно прилегала к голове и не спадала но в моем случае пряжа очень-очень упругая прям очень упругая и поэтому я оставлю вот именно вот это количество петель из расчета то есть первое, что я буду делать это я наберу 105 петель я беру спицы номер 4,5 и набираю как вы обычно набираете при этом не стягивая самым обычным набором вот так, соединяем в круг снимаем последнюю петлю первую петлю вот таким вот образом продеваем и теперь вот эту надеваем тоже на спицу подтягиваем и провязываем две петли вместе лицевой подтягиваем петельку и продолжаем вязание лицевыми петлями вот этот ряд у нас изнаночный но мы его провязываем лицевым чтобы у нас получился такой красивый, ровненький краешек вот такой вот и до конца ряда лицевыми после того, как первый ряд мы провязали лицевыми петельками отмечаем маркером конец ряда и теперь мы будем вязать череду лицевые и изнаночные петли то есть мы будем вязать две петли лицевые две петли изнаночные две лицевые две изнаночные то есть обычную резинку 2х2 в следующем ряду, где у нас были лицевые петли мы будем вязать лицевыми где у нас были изнаночные будем провязывать изнаночными аналогично до конца ряда и в следующем ряду, там где были лицевые, вяжем лицевые где были изнаночные, вяжем изнаночные если вы совсем новичок, просто считайте себе мы начинали лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная и продолжали дойдете до конца и опять продолжайте считать лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная мы встретимся с вами когда я провяжу 6 см резинки здесь я провязала меньше в следующей шапочке я провяжу побольше 6 см резинки тогда мы с вами и встретимся я провязала 6 см резинки 2х2 и теперь мы будем делать основной наш узор теперь про рапорт нашего узора У меня расстояние между вот этими косичками будет 12 петелечек. У вас это может совершенно другое быть расстояние. Делите количество ваших петелечек таким образом, чтобы у вас были косички и между ними было равное расстояние. То есть я поделила все количество петель, оно у меня ровно делится на 13. То есть получается у меня здесь будет 12 лицевых петелечек, а 13 будет косичка. Теперь в этом ряду мы будем вязать все петли лицевыми и мы переходим на спицы, которые у нас будут большего размера. То есть я перехожу на спицы номер 5. Мы провязываем 12 лицевых петелечек. 12 провязали и 13 мы просто не провязывая переносим на спицу. И ниточка у нас остается за работой. 13 петля переносится. И нитка остается за работой. 12 провязываем переносим на спицы. переносим, и у нас остается эта нитка за работу. И так, таким вот образом, до конца ряда. Ряд провязан. Отмечаем маркером конец ряда. И теперь продолжаем вязание. Я провязала 12 петель, дошла до нашей 13 петли. Каким образом теперь мы работаем? Мы снимаем вот эти 2 петли. И поступаем вот таким вот образом. Вторую снимаем, а первую перекидываем вперед. И провязываем 2 лицевые. 1, 2. Все. Теперь мы уже, получается, провязываем не 12, а 11 петельчик. До следующей нашей петельки. В принципе, ее даже будет видно. Каким образом? Вот. С обратной стороны у нее есть ниточка. Она видна. Мы перекидываем эту петлю. Следующую петлю. Теперь вот эту петельку. Она у нас будет первая. То есть мы их меняем местами. И провязываем обе лицевой. Будьте внимательны, чтобы петля была не перекручена. То есть вот так ее правильный вид. Вот она. И теперь продолжаем вязание. Покажу еще раз. Покажу еще раз. Вот она наша петля. Вот видите. Перекидываем эту петлю. Следующую. Эту захватываем. И предыдущую накидываем сверху. Раз. И вот эту провязываем. И так до конца ряда. Встретимся, когда мне останется провязать две петли. Последние. Я вам покажу, как мы будем дальше вязать. Осталось последние две петли. Вот мы эту провязываем лицевой. И вот эта вот петля, которую мы снимали. Вот она. Петля, которую мы снимали. Мы ее снимаем. Убираем маркер. Захватываем следующую петлю. И меняем их местами. У нас как бы конец ряда здесь. Но я переношу маркер. В конец этого узора. Чтобы знать, где у нас узор заканчивается. То есть, где мы должны делать прибавки. Или должны снимать петли. То есть, где у нас заканчиваются все наши узоры. И все. В следующем ряду мы делаем аналогично предыдущему ряду. То есть, первому. Мы провязываем 12 петель. 13-ю снимаем. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот она. Видите, у нас уже вырисовывается петля. 13-ю снимаем. То есть, аналогично первому ряду. Мы теперь вяжем. Таким вот образом. До конца ряда повторяем. То есть, 12 петель ряду провязываем лицевой. 13-ю снимаем. И аналогично до конца ряда. И потом следующий ряд мы повторяем. Как тот, который мы делали второй. То есть, мы каждый раз чередуем наши ряды. То есть, первый и второй. Вот я вам показала, как его надо вязать. И далее вы точно так же вяжете. Встретимся с вами, когда я провяжу вот всю эту часть. Вот эту вот. 20 см. Почему именно 20 см? Потому что глубина шапочки у меня 20 см. То есть, если померить шапочку от лба до затылка, у меня получилось 40 см. И я вот эту длину хочу провязать, чтобы у меня шапочка немножечко, не прямо так сильно прилегала к голове, а немножко подвисала. Итак, провязаны 20 см. И теперь мы будем делать убавки. Если вы, к примеру, хотите просто, чтобы у вас была обычная шапочка, плотно прилегала к голове, как вы можете рассчитывать то расстояние, до которого вы будете делать убавки? Вам нужно ваш объем головы поделить на три части. И когда вы провяжете одну треть объема головы, тогда нужно начинать делать убавки. Например, у меня объем головы 57 см. По идее, должна была провязать всего лишь 18,5 см. И после этого могла сразу же выполнять убавки. Но я провязала чуть-чуть больше, это лично мое желание. Теперь мы будем делать убавки. Вот я дошла до того ряда, где мы будем пропускать одну петлю. То есть, не там, где мы вяжем скрещенные петельки, а вот где мы пропускаем. Вот начало нашего ряда. И мы должны сразу же первые две петли провязать вместе лицевой. за переднюю стеночку петли. То есть, мы их переворачиваем и провязываем вместе. Дальше мы вяжем еще 11 петельечек. Не 11, прошу прощения, 10. Вот эту петлю мы пропускаем. Вот наш основной узор. И сразу же после этой петли мы провязываем две вместе лицевой. За переднюю стеночку. Опять. пропускаем петлю, не провязываем. И вот эти две вместе лицевой. И так до конца ряда. В следующем ряду мы делаем, как вязали до этого. То есть, провязываем лицевыми. Доходим до вот этой нашей петли. Две снимаем. Перекрещиваем и провязываем их лицевыми. И так до конца ряда. Сейчас я вам покажу, что ничего видно не будет. То есть, убавки делаются через ряд. Вот, посмотрите. Даже не видно, что здесь были убавочки. И так до конца ряда. В следующем ряду опять выполняем убавки, как я показывала ранее. И встретимся с вами, когда у меня между вот этими вот косичками останется три петли. Так, вот у меня между косичками осталось три петли. И этот ряд, где мы будем делать убавочку. Первые две петельки мы делаем убавочки. Одну провязываем. Это просто перекидываем. Убавка. В этом месте можно, в принципе, заменить спицы на чулочные, либо использовать круговые, но вот таким вот образом. Чтобы была такая одна петельечка и вторая петельечка. Тогда будет проще. Спасибо. 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 В следующем ряду мы делаем, как мы обычно и делали, то есть мы скрещиваем петельки. То есть эту петлю мы просто провязываем лицевой, эту лицевой, эти две снимаем, лицевая, лицевая, и внутри. И. Это, Петельки, с 3, а 3, и 2, Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok В принципе, я думаю, что этого количества петельчик Достаточно для того, чтобы закрыть макушку Вот такая вот она у нас будет Ниточку можно отрезать И тут вам понадобится вязальный крючок Для того, чтобы протянуть ниточку через все эти петельки Добавил субтитры DimaTorzok 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 Для этой цели можно взять, например, иголку Теперь ниточку нужно закрепить Мы теперь эту ниточку прячем И все Далее можно прятать вот прямо здесь В петельки Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну, в принципе, все Можно уже и отрезать Немножко потянуть и отрезать Все, ниточка спряталась Аналогично мы поступаем Вот с этой ниточкой, которая у нас была в самом начале С изнаночной стороны Подтягиваем Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok И причем вот этого Абсолютно не будет видно Посмотрите Вот я покажу с этой стороны Вообще ничего не видно Ну, в принципе, тоже можно на этом закончить Наша шапочка готова Вот макушка Вот такая шапочка у нас с вами получается Уверена, что у вас получится Такая же шапочка, может быть, даже и лучше Не забывайте делиться своими работами Ставив хэштег Вяжу с Инессой Я обязательно увижу вашу работу И самую лучшую публикую в своем профиле Вам желаю ровных петель, приятного вязания До встречи на моем канале Не забывайте на него подписываться Ставить лайки До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok